Алло, это кто? Ты слышала? Да, я слышала. Алло. А чёрт, почему она замолчала? Блин. Заводи, быстрее, заводи. Чё творим, бро, меня зовут Сергей, униси, бро, сра уже, просто сра уже, бери, подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супрем-банде. Улучшим банди на ютубе, ведь перед вами супрем-бандом будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами, а я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супрем-банде, улучшим банди на ютубе, между прочим. Эй, бро, сегодня у нас непростое видео, именно потому, что сегодня банда. Я буду звонить детям с чёрными глазами. Да, банда, те самые одержимые дети, которые запросто могут вас убить ночью. Ведь основное время, когда они охотятся, это ночью. Но сейчас, банда, прежде чем я буду звонить, я вам расскажу немного предыстории, потому что иначе, банда, вы меня не поймёте. Погнали! Окей, банда, и да, вам не послышалось, мы реально сегодня будем звонить чёрноглазым детям. Дети, которых чёрные глаза. Да, вы, наверное, думаете, что это бред, но нет, они реально существуют. Это просто жесть, у меня всё ещё не укладывается в голове, что такие дети существуют. Но прежде чем мы будем звонить банду, я хочу вам рассказать одну предысторию. Одну очень интересную предысторию, которую я услышал, от которой под у меня просто бегут мурашки по коже, посмотрите. Потому что то, что я знаю, это просто жесть. Как говорится в той истории, это был 1563 год. Именно в то время это случилось. Жила одна семья по фамилии Эдхет. Да, это не наша фамилия, это вообще не наши люди. Они жили далеко за рубежом. Дэвид Эдхен и Мари Эдхен. И эта семья, они были отшельниками. Они жили посередине поля, их никто никогда почти не видел. Они просто жили, они реально не любили людей. А ещё у них было пятеро детей. И, собственно, банда, эти дети и есть и сами дети с чёрными глазами. Жесть, согласитесь. Но банда, они не сразу родились с чёрными глазами. Всё случилось с одного дня. 1563 год, 5 апреля, 3 часа ночи. Не знаю, ли это правда, но говорят, что именно в это время к ним прилетели инопланетяне. И начали проводить очень странные исследования насчёт этих детей. И после этих странных исследований, даже сами родители не могли узнать своих детей. Они стали просто полностью бледные, как будто молоко, как будто снег. Полностью белые и с чёрными глазами. И, как говорится в легенде, банда с помощью своих чёрных глаз, они могут гипнотизировать людей. Если они могут насколько вас загипнотизировать, что они могут доставить вас, банда, убить своего близкого человека. Это жесть. Как только вы видите этих детей, нужно сразу же прятаться. И ещё, банда, это не демоны, это не призраки. Это реальные люди. Реальные дети. Только со своей особенностью. А ещё они питаются людьми. Это каннибал. Именно поэтому им нужно убивать людей, хотя на их счету нет ни одного убийства. Они просто с помощью своих глаз гипнотизируют людей. Жесть, согласитесь. И ходит слух, что в ту же ночь они убили своих родителей и съели их. После чего, банда, они ушли со своего дома и начали ходить вокруг земли. Они постоянно движутся в круговую. То есть, любое время они могут оказаться у вас в городе. И по расчётам, банда, именно сегодня, именно сегодня, 15 мая 2019 года, они должны оказаться в моём городе. Ровно в 3 часа ночи они должны проходить через мой город. Согласитесь, это жесть. Именно сегодня, банда, именно в 3 часа ночи я хочу позвонить детям, детям и посмотреть, что у нас с этого получится. Надеюсь, банда, я останусь жив. Потому что эти 5 детей, это реально кровожадные существа. Люди. Но прежде, банда, чем я отправлюсь, давайте на этом видео наберём 10 тысяч лайков. Ведь мы уже супер-банды, мы самые сильные банды на ютубе. Я думаю, для нас это вообще ничего. Потому что если вы самая сильная банды на ютубе, то мы должны набирать самое большое количество лайков. Мы должны поддерживать свой статус супрем-банда. А тем временем, банда, я отправляюсь звонить детям. Ждём в 3 часа ночи, и я буду им звонить. Окей, банда, мы на месте. Мы сели в машину, чтобы уехать от нашего дома. Потому что иначе эти существа будут знать, где мы живём. Потому что они в любом случае могут к нам прийти. А нам этого, банда, поверьте, не надо. Чтобы ещё потом какие-то существа, какие-то дети с чёрными глазами к нам приходили. Окей, банда, тем не менее, на часах уже 3.14. Где-то именно в это время должны проходить эти дети вокруг нашего города. Думаю, в самом время пришло им позвонить. Окей, банда, мне повезло, у меня есть их номер. Я этот номер нашёл в Даркнете и его купил специально там. А номер этой банды звучит так. Плюс 1-0-0-1-0-1-9-0-9-9-9-0. Согласитесь, банда, очень странный номер, как для какого-то обычного звонка. Тем более, это номер плюс один, это домен США, Америка. То есть, получается, что эти ребята где-то с Америки. Окей, но на самом деле это реально очень жёстко. Потому что мы звоним тем, кому сами даже не знаем. Я только недавно о них услышал. А та история, та предыстория, которую я знаю, как у них появились эти чёрные глаза, это просто жесть. У меня этого всё ещё сносит башню. Окей, но тем не менее, банда, нам уже нужно им позвонить. Думаю, пришло время набрать их номер и узнать, что же они нам скажут. Окей, банда, номер набран. Пришло время нажимать на этот звонок. Так, что ж, на ваших глазах набираю. Окей, банда, вызов пошёл. Так, я звоню на этот номер. Плюс 1-0-0-1-0-1-9-0-9-9-9-0. Ждём ответа. Я не знаю, ли нам ответят, потому что я сам не знаю, ли это правда их номер. Но я решил позвонить мне в тот момент, когда-нибудь в нашем городе. Окей, я жду ответа. Ничего пока что нету. Я реально волнуюсь, банда. Я реально очень сильно волнуюсь. Господи, как долго. Алло? Алло? Это кто? Алло, это кто? Ты слышала? Да, я слышала. Алло, это кто? Это кто? Это кто? Ты кто? Алло? Алло. Алло, ты кто? Простите, не пройди. Я отбилась от стаи. Что? Алло, это кто? Алло. 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 Ты кто? Ответь, ты кто? Алло. Я ничего не понимаю, банда. Что вообще происходит? Алло. Она через... Алло. Я тебя слышу, ну же. Она просто скинул. Банда, вы это слышали? Сейчас. Мы реально, похоже, смогли дозвониться тем самым детям. Тем самым детям, у которых чёрные глаза. Это реально был их номер. То есть, получается, банда, что меня всё-таки не киданули. У меня просто отваснусят башню. Они реально сейчас где-то в этом городе. Они, получается, где-то здесь. И получается, что где-то здесь она ответила. Чёрт, это реально жесть, банда. И вы слышали, на фоне кто-то звал. А потом она сказала, что она отбилась от стаи. Это всё как-то так странно. Она отбилась от стаи. То есть, они называют себя стаей. Они не обычные дети, они стаи. Это жесть, банда, согласитесь. Может, позвоним им ещё раз? Опять? Окей. Окей, банда, смотрите. Окей, банда, нажимай на звонок, начинаем. Так, наши три банда. Раз, два, три. Я набираю номер. Фу, окей. Абонентский номер занят. Пожалуйста, дождитесь ответа. Убери перезвонить. Такого, устроишься? Что? Блин, стоп. Погоди, ты слышала это? Да, я слышала. Говорит, что номер занят. Но это одновременно может означать то, что этого номера не существует. В смысле? Как? Она только что взяла трубку. Она мне только что ответила. Как это происходит? Окей, ещё раз попробую набрать. Не знаю, у нас получится, но я попробую ещё раз набрать. Посмотрим, что у нас будет. Окей, на 4 нажимаю. Раз, два, три. Окей, я набрал. Да, в смысле? Опять его не существует. Что это значит, банда? Она только что взяла трубку и только что там говорила девочка. Блин, я в шоке, банда. Это просто жесть. Я не понимаю, что вообще происходит. Что-то вообще реально реально происходит. Блин, тебе не кажется, что как будто за нами кто-то следит? Да, тоже мне кажется. Я никого не вижу. Чёрт, окей, я пробую ещё раз набрать. Последний раз. Я не знаю, у нас получится. Я набрал. Блин, опять говоришь, что это номер занят. Что это значит, банда? Чёрт, мне реально кажется, как будто за нами кто-то следит. Окей, банда, это реально жесть. Я не знаю, что это всё значит, и мне уже реально страшно. Только что, только, только что она отвечала на этот номер. А теперь уже говорится, что его не существует. И, блин, постоянно чувство, как будто за нами кто-то сидит. Надо посмотреть, там же реально никого нету. На меня почему-то каяться мысли. Мы стали в каком-то отделённом пункте, где нас точно никто бы не увидел. Но, блин, мне реально чувство, как будто там кто-то стоит. Господи, банда, блин. Больше всего пугает то, что эти ребята сейчас в моём городе. Ну и здесь огромный шаг, что они будут сейчас проходить вокруг нашей машины. Я просто в жизни не понимаю, что происходит. И почему меня постоянно переследует, то чувство, как будто за нами сидят. Хотя здесь, банда, здесь никого нету. Блин, что вообще происходит? Я ничего не понимаю, банда. Ты же видишь девочку. Что это за девочка? Эй, девочка, что случилось? Что? Что она сказала, ты слышала это? Не понимаю. Умри. Что? Что она говорит? Настя, я это слышу? В смысле? Что вообще происходит? В смысле, девочка, что, успокойся? Блин, ты видишь, что вообще происходит? Нужно быстрее уехать. Почему она замолчала? Заводи, быстрее, заводи. Уезжаем скорее. Блин, Настя, это реально проблема. О, черт, банда, мы это видели. Мы реально только что видели того самого ребенка с черными глазами. Это просто жесть. Настя, что ты скажешь за счет этого? Фуга, она очень страшная. Блин, это реально жесть. У меня просто нету слов, банда. Это реально жесть. Бли, я реально не знаю, что делать. Я не знаю, что будем перед дальше с этими детьми. Это самое опасное, что мы делали. И самое тупое, потому что это было реально ошибкой. Я слышу? Да. Черт. Это они звонят, Настя, что делать? Я скипаю, просто скипаю, вот Чёрт, это просто жесть, банда Вы это видели? Они только что мне позвонили Блин, я в шоке, что вообще происходит Что brilliant, чтобы не меня всю жизнь преследовать? А что если друг от её братья звонят? Она из нас будет�� Berk намного больше проблем Чёрт, я не знаю, что делать, это просто жесть Смотри, они опять мне звонят Чёрт Блин, я просто скипаю, окей Я просто скипнул банду, блин, это просто жесть, что делать Это была реально огромная щибка Я звоню, опять я не звуя, смотри Блин, это просто жесть, я скипаю Скипаю, выключаю телефон Смотрите, банда, смотри, снимай! Я реально выключаю телефон! Просто выключаю телефон! Это реально жесть, банда! О, чёрт, я просто... Там... Ты видишь её? Да, вижу. Она здесь опять! Эй, что тебе нужно? Я ищу свои братья. Их здесь нету. Я ищу свои братья. В смысле? Иди ещё в другое место, их здесь нету. Я ищу свои братья. Отстань! Господи, это просто жесть! Нас опять там видишь! А что, если ты теперь будешь всё время нас переследовать? Чёрт, это самое тупое, что мы долго делали! Блин, я не знаю, что дальше делать! Я не знаю, нужно уезжать с этого дома! Поехали хотя бы на эту ночь! Может, а кто знает, что будет дальше? Ты видишь? Да что тебе нужно? Я ищу свои братья. Да отстань, их здесь нету! Я ищу свои братья. Отстань, пожалуйста! Я ищу свои братья. Блин, чёрт, Настя, просто уезжаем с этого дома поскорее! Блин, Настя, это просто жесть! А теперь вдруг она нас будет теперь постоянно переследовать! А вдруг она ещё позовет своих братья! И, блин, я не знаю, что делать! Всё, Настя, собираемся и уезжаем с этого дома немедленно просто! Я ищу своих братьев. Черт, ты видишь это? Я ищу своих братьев. Уходим, надо, Елена. Быстрее, быстрее. О, черт, Настя, быстрее открывай ворота. Это просто жесть. Окей. Так. О, черт. Что? Она просто убежала? Она здесь нет. В смысле? Посмотри, она что-то кинула. Ее здесь реально нету? Нет. Уходим в дом. Блин, банда, это просто жесть. Вы это видели? Она просто выбросила игрушку и убежала. Это был тот самый ребенок с черными глазами, о котором я вам рассказывал. Это просто жесть. Банда мне все сейчас возносит башню. Посмотрите, что за игрушка она оставила. Это же просто жесть. Это ведь игрушка убийцы. Знаете, что банда? Я чувствую, что с этой игрушкой что-то не так. Давайте на этом видео наберем 200 тысяч лайков. И я разрезаю эту игрушку и смотрю, что в ней внутри. Мне кажется, что это медвежонок самого настоящего убийцы. Кровожадного убийцы. Это просто жесть, банда. Так что, Банда, давай опускайся ниже ставсов, ставский лайк. А тем временем, банда, пока мы будем разрезать эту игрушку, вы можете написать в комментариях, что вы думаете, что в середине этой игрушки. У меня это прям не укладывается в голове. Пишите в комментариях, что же вы думаете, что находится в этой игрушке. А про, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, то с него тоже не пьет, но ты нажал на колокольчик и все про то в следующем видео. Вот такой вот просто кобед ко мне в видео. Лайк, лайк, комментируй в следующем видео. Так что, Банда, давай. Так что, Бандит, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть моей супрем-банди. Эй, брон, забывай про мой инстаграм и вебкан, где просто выходят шикарнейшие фотографии. Да и что, оставайтесь все такими шикарными. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok